В Подмосковье проходит массовая вакцинация от коронавируса. В Одинцовском округе работают два мобильных пункта и четыре в медицинских учреждениях. Мы неоднократно рассказывали об этом в своем эфире. А сегодня мы сами записаны на прием. Специальная подготовка не требуется. За три дня отказаться от горячительных напитков и не ходить в сауну и баню. Все, как рекомендуют специалисты. Это только у матросов нет вопросов. У врача к желающему привиться есть и не один. Кроме того, терапевт обязательно померяет температуру, давление и уровень кислорода в крови. Через три недели ровно приходите на повторную вакцинацию, то есть второй этап. Далее антитела формируются через 21 день после второй прививки. Значит, вы сможете сдать на антитела и убедиться в том, что они у вас образовались. А теперь все смело на первую вакцинацию. Телевизионщики, как и медики, всегда на передовой. Удаленка не про нас. Первая волна коронавируса обошла редакцию ОТВ стороной. Все-таки маски, перчатки и антисептик свою роль сыграли. Во вторую контакта с COVID-19 избежать не удалось. Поэтому, долго не раздумывая, те, кто не переболел, решили привиться. Мы всегда в движении, мы посещаем общественные места и, безусловно, здоровье для нас на первом месте. Поэтому мы за вакцинацию. К нам присоединились к редакции и сотрудники телерадиокомпании Одинцова. Это наши монтажники, это строители. Но это, опять же, все те люди, которые очень много общаются с другими людьми. Сегодня мы будем вас прививать против новой коронавирусной инфекции. Вакцина называется гамм-ковид-вак. Первый компонент, то есть через 21 день пройдете за вторым повторно. Непривычно быть героиней собственного сюжета. Честно скажу, немножко волнительно, но я убеждена твердо, что прививку сделать не нужно. Потому что ковид-заболевание страшное. Мы были в красной зоне два раза, и там действительно очень страшно. И очень мне хочется заболеть. Поэтому надо потерять. Ну вот и все. Первый компонент вакцины. Спутник Ви мне ввели. Уверена, что все будет хорошо. У Айки очень, правда, легкая рука. Всем советую. После прививки может ненадолго подняться температура. Выше 38 советуют сбить любым жаропонижающим. Если место укола начнет чесаться, можно принять антигистаминный препарат. Кстати, сразу после введения вакцины отправиться домой не получится. Медики советуют оставаться в поликлинике еще около получаса. Чувствую себя нормально. Так же, как до прививки. Никаких изменений. Великолепно себя чувствую. Как будто ничего и не делал. Голова не кружится, ничего не происходит. Нет, голова не кружится, ничего не происходит. Очень легкая рука у медсестры. А через полчаса можно идти домой. Физическую нагрузку умерить, горячительное, три дня не пить. И обязательно через 21 день запланировать еще один визит в поликлинику для введения второго компонента вакцины «Спутник Ви». Евгения Августина, Артем Ломоносов, Вячеслав Заграновский, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok